Сегодня с утра уже Генеральный штаб Украины опубликовал свежие данные. Вот сводка, Сумская область, там российская армия обстреляла из минометов населенные пункты Ходена, Рыжевка, Большая Писаревка. Славянское направление, там украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении основного города для них. Это город Славянск. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Это маленькие населенные пункты, которые вокруг города Славянск. Также есть сообщение, что был нанесен авиаудар по самому Славянску. Это сводка за минувшие сутки. Украинские военные ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгеньке. На северодонецком направлении российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горска и другие. Основная мишень сейчас для россиян, понятное дело, Северодонецк. На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая армейская авиация противника нанесли авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового. В Берестовом ВСУ нанесли российским войскам значительные потери в живой силе и технике. Это, в общем-то, все, что касается сейчас восточной части Украины. Я рассказал, Каролина, расскажи, что на юге. Да, за сутки на юге Украины украинские военные уничтожили 30 российских военных, 2 единицы бронированной техники и 4 автомобильной техники и 3 полевых складовые припасов. Об этом сообщает оперативное командование ЮГ. Ну, в то же время есть сообщение из международных событий, международного уровня. Это то, что президент Польши Анжей Дуда начал турне по странам Европейского Союза. Он хочет убедить те, кто сейчас имеет определенный скепсис в отношении Украины, в отношении получения статуса кандидата на членство ЕС для Украины. Дуда проводит встречи с лидерами государств Южной Европы. К нему также должна была присоединиться президент Словакии Зузана Чапутова, но она заболела ковидом, у нее положительный тест на коронавирус. Сначала Дуда отправится, уже отправился в Португалию, там встретится с президентом и премьером. Будут эти встречи проходить в Браге и Лиссабоне. Президент Польши также посетит Италию и побеседует с тамошним президентом в Риме. И после этого Дуда отправится в столицу Румынии. Там он примет участие в саммите Бухарестской девятки, в которую входят государства-члены НАТО в Центральной Восточной Европе. Я напомню, что саммит ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены, состоится 23-24 июня в Брюсселе. И далее продолжаем международные новости. Канада доказывает, что санкции против России возможны, необходимо усиливать и должна стать примером для других союзников Украины. Об этом заявил глава офиса президент Андрей Ермак. Услышим. Канада сделала важный санкционный шаг. Были наложены ограничения на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги. В Северодонецке сейчас решается судьба Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Там, на Донбассе, продолжаются ожесточенные бои всего под контролем российских войск. Сейчас находится 90% в Луганской области. И о ситуации на фронтах вдаля в нашей традиционной сводке за минувшие сутки. Смотрим вместе. Российские военные продолжают хаотично обстреливать жилые районы Северодонецка и промышленную зону. Сейчас она находится под контролем вооруженных сил Украины. В городе не прекращаются ожесточенные уличные бои. В настоящее время угрозы оцепления нет. Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая нашими защитниками. Все планы России наши защитники разбили в дребезгей. Известный тезис о трех-четырех днях на захват Киева уперся в то, что более четырех месяцев они не могут захватить Северодонецк. Накануне удалось эвакуировать 40 человек из Луганской области. Большую часть из Лисичанска смогли завести гуманитарную помощь на подконтрольной Украине территории. В Донецкой области противник понес значительные потери в районе села Берестовое Бахмутского района. В Генштабе вооруженных сил Украины уверяют, сейчас российские войска активно готовятся к наступлению на Славянск. В славянском направлении украинские военные успешно мешают попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Окупанты сосредотачивают усилия на подготовке дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Вильного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. За сутки украинская армия уничтожила три склада с боеприпасами противника. Отбила семь атак. Благоприятная ситуация складывается в Мелитополе Запорожской области. По информации городского головы Ивана Федорова, российские войска вскоре могут покинуть территорию города. Окупанты понимают, что под натиском ВСУ они не смогут долго удерживать Мелитополь. И готовятся уйти перед тем, как их оттуда будут выбивать украинские войска. На такой сценарий указывают вывоз краденого зерна по железной дороге и снятие блокпостов в районе. Иван Федоров, городской глава Мелитополя. Из минометов и крупнокалиберных пулеметов накануне противник беспрерывно обстреливал Сумскую область. Сбрасывал и авиабомбы. Разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Под ударами и жилые районы как минимум один человек получил ранение. Российская ракета ударила и по центру Харькова. Возник пожар. На место происшествия выехали спасатели. О жертвах пока не сообщается. Также обстрелили на село Песочин Харьковской области. В настоящее время угроза ракетных ударов растет, сообщают Министерства обороны Украины. Угроза ракетных обстрелов из временно оккупированного Крыма растет. Окупанты развернули ракетный дивизион «Искандер-М» в 8 километрах от административной границы с Херсонской областью. Александр Матузяник, спикер Министерства обороны Украины. Украина получила тела украинских погибших во время обмена с Россией. Большинство из них – защитники Мариуполя. На линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле 50 на 50. Из 50 наших защитников 37 – героические защитники Азовстали. Из сообщения Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Километровую очередь выстаивают жители Мариуполя, чтобы получить испорченные продукты. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, в супермаркет, где выдают еду, российские оккупанты свозят и тела жителей. Ежедневно их извлекают из-под завалов разрушенных многоэтажек. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых хрущевок. Трупы свозят грузовиками в морг возле метро или на прежнюю базу с Чировакума на левобережье. Если тела не в мумифицированном состоянии, везут прямо на один из двух мусорных полигонов. Бесконечный караван смерти. Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя. Ежедневно в центре Днепра звучит флейта. Шестилетняя Соломея выходит на главную площадь, чтобы собрать деньги для украинской армии. Уже удалось придать 118 тысяч гривен. Александр Белов, специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Сейчас с нами на связи уже есть Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте. Доброе утро. Да, видно, слышно хорошо, прекрасно. Давайте для начала посмотрим новые спутниковые снимки, которые показывают степень ущерба от артиллерийских взрывов на востоке Украины. Вот эти данные вчера целый день и сегодня всю ночь распространяются в интернете. Такая фотография показательная, которая указывает вот эти поля. Я не знаю, с чем интересно, что там растет на этих полях, но вот эти черные отверстия, это все как раз последствия боестолкновения. Я так понимаю, это фотография. Там еще есть несколько фотографий, не знаю, сделали или нет нам их. Но показывает это все дело то, насколько интенсивны сейчас идут бои на востоке нашей страны. Как вы оцениваете минувшие сутки ваши наблюдения и ваши оценки заявлений Генерального штаба Украины? Враг стреляет не только по полям. Враг стреляет по населенным пунктам. В Северодонецке, в Лисичанске. Интенсивность обстрелов не меньше, но выглядят они гораздо, не так впечатляюще, но гораздо хуже. Северодонецк остается основной точкой бифуркации, точкой приложения сил в конфликте, который сейчас происходит по состоянию на вчера, на сегодня ночью. Там происходят самые жестокие бои. Не менее напряженным является попытка прорыва противника на Славянск. Бои в районе Святогорска уже, к сожалению, тоже весьма тяжелые. Враг подтягивает дополнительные силы. Нашим защитникам приходится довольно тяжело. Вот, собственно, сейчас мы видели на экранах кадры из Северодонецка. Иллюстрируем то, что сейчас там происходит. Скажите, а что мы должны понимать сейчас основное о направлениях, которые выбрала российская армия сейчас? И я добавлю, что вооруженные силы Украины сейчас полностью взяли под контроль промзону Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской обл. администрации Сергей Гайдай. Он написал, что в этой промзоне украинских российских войск там нет. Бои ведутся только на улицах в самом городе. Россияне хаотично обстреливают город. Есть огромные разрушения жилищного сектора, уточнил Гайдай. Он добавил также, что угрозы оцепления украинских войск в Луганской области сейчас нет. И в настоящее время более 90% региона временно находятся под оккупацией России. Павел, ну вот мы каждый день слышим сводку по Северодонецку. То, значит, под контролем, потом не под контролем. А то там русские, я видел, делают тикток, новые заявления кадыров. Каждый раз сообщают о том, что они идут в атаку и так далее. Но на ваш взгляд, вот вы военный эксперт, какая тактика сейчас должна быть у Киева в отношении Северодонецка? Реалистичная, скажем так. Реалистично. Уличные бои – это очень сложный вид боя. И в принципе обороняющийся имеет в таком противостоянии преимущество даже против тяжелой техники. И сказать, что враг сможет захватить Северодонецк, я не готов. Но мне кажется, что в любом случае, если придется нам, войскам, отойти от Северодонецка, врага ждет Лисичанск. А Лисичанск – это еще тот орешек. Он находится на доминирующей высоте под защитой Северского Донца. И враг сломает об него зубы. А почему вы так думаете? То есть это только из-за... Павел, это только из-за ландшафта, который есть между Северодонецком и Лисичанском. Река, мост взорван. Вот почему вы думаете, что враг должен сломать зубы от того, что будет происходить в Лисичанске? Какие для этого есть факторы? Ну, вы видите, что происходит в Северодонецке. Причем следует отметить, что именно с физико-географических точки зрения Северодонецк не самое лучшее место для обороны. Тем не менее, наши воины держат оборону уже долго, держат оборону крепко. Враг не может продвинуться. Но представьте себе, те же самые войска и еще те, которые уже держат вторую-третью линию обороны в Лисичанске, будут вести оборонительные бои на выгодных рубежах. Также известно, что российские войска разместили в 35 километрах от Запорожья свою технику. Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Матузяник. И в частности, в районе Васильевки развернуты до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки. Скажите, как сейчас обороны на запорожском направлении? И надо понять, что такое Васильевка, почему Матузяник об этом говорит, почему это имеет значение, как далеко это от города Запорожья, почему эти названия возникают. Это надо все пояснять, Павел, пожалуйста. Это очень близко, 30 километров, там немного более 30 километров. Это, в принципе, на пике, на острие выступа в направлении Запорожья российского наступления. Сейчас враг там перешел к обороне. И то, что говорят о танках Т-62, это очень старые танки, которые не применяются в современных боях. Они сняты с базы хранения в Крыму и переброшены под Запорожье. Россияне их там пытаются закапывать как долговременные огневые точки. Но это говорит о том, что они готовятся там к обороне, к жесткой обороне. И бросают туда все, что возможно. Не менее опасная, безусловно, оборона противника. Тут я подчеркиваю, что оборона противника, а не наступление противника. На Херсонском направлении там тоже враг переходит к обороне под ударами наших, под ударами наших воинов. И хоть там горячо, но тем не менее это контрнаступательные боевые действия. Да, в подтверждение хочу сказать, что Американский институт изучения войны пишет, что российские силы действительно проводили атаки из РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и также активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки. И вот, кстати, не так давно была информация о том, что с Мелитопольского и Васильевского, кстати, районов тоже, наоборот, в сторону Херсона отводят войска для того, чтобы на Херсонском направлении российские войска могли укрепить свои позиции. И не единожды уже звучало, что Мариуполь в течение месяца или нескольких недель может быть освобожден. Как вы оцениваете такой шанс? Ну, я не готов к таким смелым прогнозам. В реальности в ближайшее время все решает битва на Донбассе, на севере Донбасса, за Луганскую область. Как решится противостояние там? Сможем ли мы отбить врага и нанести ему максимальный ущерб, или он достигнет своих целей? Будет зависеть развитие наступательных операций противника на Донецком направлении, на Авдеевском направлении. Или же наоборот, украинская армия сможет перейти к контрнаступательным действиям. И тогда будем говорить о возможности освобождения не только Мариуполя, а Мариуполя, Херсона, Каховки, Мелитополя. А там, глядишь, и Симферополь. У меня вот есть карта, карта, я еще хочу у вас спросить насчет все-таки Донбасса. Вот я хочу карту показать, вы видите, пожалуйста, да. Смотрим на эту карту, значит, Святогорск, там идут сейчас бои, как мы видим и знаем из прессы. Они пытаются пройти к реке вдоль Богородичного, вот в этот кусок. Значит ли это, Павел, что когда, например, выдвинутся, вот три стрелки мы видим, выдвинутся российские военные в сторону реки Северский Донец, вот здесь в Богородичном, что вот они начнут форсировать эту реку? И что тогда будет происходить с украинскими военными вот на этом участке от Красной линии до реки Богородично в таком случае? То есть, какая должна быть тактика действий по данному участку? Вот если увеличите масштаб, то увидим Славянск здесь порядка 20 километров от зон боевых столкновений сейчас. Ну, на Святогорском направлении враг ввел в действие, в боевые действия свежие силы. Вот, и насколько я... Ну, официальных сообщений нет, поэтому я не буду утверждать. Уверенно, Святогорск практически взят противником. Но дальше, как вы правильно отметили, дальше Северский Донец, и для наступления дальнейшего на Славянск врагу придется форсировать. Ну, это очевидно, это очевидно. Просто в данном случае, что будет происходить с теми, вот, что будет происходить от Северского Донца до Богородичного, вот в этом участке? Значит ли это, что основные зоны боевых действий будут сейчас там? И в случае, если удастся россиянам форсировать Северский Донец, что будет происходить дальше? Вы понимаете, операция форсирования – это одна из наиболее сложных операций. И на этом этапе, как правило, если обороняющаяся сторона знает задум противника, то очень ему невесело приходится. В принципе, наши уже показывали неоднократно результаты таких попыток Северского Донца на других направлениях. Командование украинское знает про ситуацию в районе Светогорска. И я думаю, форсировать речку там не удастся. Ну, а если удастся, то это будут новые церкви. Прогнозировалась эскалация летом, в конце лета, некоторыми экспертами. И предполагаю, что эскалация будет именно с украинской стороны. Но, тем не менее, в том же Славянске еще остаются люди. Как вы считаете, исходя из этих обстоятельств, как могут разворачиваться? Я хочу уточнить, Каролина, что значит эскалация с украинской стороны? Я имею в виду, что украинская сторона пойдет в контрнаступление и будет активнее все-таки выгонять непрошенных гостей с нашей территории. Ну, люди остаются везде, к сожалению. Есть категория граждан, которые не хотят прислушиваться к рекомендациям администрации, которая просит всех эвакуироваться из района боевых действий. Люди остаются по разным причинам. Многие по объективным, по словам Гайдая, даже в Северодонецке, где уже длительное время происходят жесткие бои, которые обстреливают со всех видов артиллерии, авиации уже длительный промежуток времени. Там еще остаются часть жителей, количество людей, которых можно оценивать. Да. Мы знаем, да, статистику эту, Павел. Да, около 30% обычно остаются в зонах боевых действий, ну, от 20 до 30% местного населения. Спасибо, Павел. Павел Лакьячук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», разъяснил сейчас ситуацию в зонах боевых действий. Но от себя добавлю, что сейчас основные точки боестолкновений – это Северодонецк, это Бахмут, это южное направление в районе Николаева. Основной театр боевых действий разворачивается именно в этих зонах. Также под обстрелами находится город Донецк. И оно, основное внимание, приковано всего мира сейчас к Северодонецку. И мы будем сегодня в течение нашего марафона внимательно тоже следить и сообщать вам, как только будут появляться свежие данные оттуда.